МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ОТВ. Главная тема. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы работаем в прямом эфире. 15 сентября в Одинцово открылся Центр рассеянного склероза и других нейроинмонологических заболеваний. Первый из девяти центров Подмосковья открылся в городе Одинцово в поликлинике номер один Одинцовской областной больницы. В центре будут принимать пациентов. Сразу из Одинцовского, Нарафаминского, Можайского округов, Краснознаменского, Молодежного и Власихи. И сегодня у нас в студии Андрей Шаталин, руководитель Центра рассеянного склероза. Здравствуйте! Здравствуйте! И Дмитрий Заводовский, председатель Московского областного отделения Межрегиональной общественной организации инвалидов МОСОРС, член Общественной палаты Одинцовского городского округа. Добрый вечер! Добрый вечер, Мария! Здравствуйте, дорогие телезрители! Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы нашим гостям вы можете задать, позвонив по телефону в студии 508-86-84. Звоните, задавайте свои вопросы. И, конечно же, хочется поздравить с этим прорывом. Первый центр для пациентов сразу открылся именно в Одинцово. И это не случайно. Дмитрий. Ну, действительно, хоть тема и тяжелая, и заболевание далеко не простое, но это действительно событие в нашем кругу, в нашем сообществе, и мы называем праздником. Потому что это уникальные события не только для Одинцовского района, не только для Московской области. Но, честно говоря, не хочется хвастаться, но, наверное, для России. Потому что это первый регион, помимо столицы, где вот так масштабно отнеслись к проблемам пациентов с РС, ну и с другими нейромологическими заболеваниями. Но ведь это не случайно. Ведь именно этим занимается Ваша общественная организация. Вот мы сейчас видим эти кадры на экране. Вы действительно делаете очень многое. И много внимания привлекаете к проблемам таких пациентов. Ну, конечно. Просто так, наверное, ничего не происходит в нашей жизни. Работа над этим проектом, и мы к этому шли долгие полтора года. Полтора года назад, еще во время только начала этой пандемии нашей нехорошей, мы начали вести эту работу. Конечно, хоть я и представляю, да, как лицо этого проекта, но на самом деле там целая команда над ним работала. И начиная от экономистов, юристов, и общественной организации, и врачи, и, естественно, представителей Минздрава, и Московского, которые передавали опыт, да, потому что в Москве, как я говорил, это единственная сеть есть в Москве, таких центров, которые передавали опыт уже в область. Конечно, ну, огромное всем спасибо. И сейчас вот спустя эти полтора года, да, у меня даже мурашки какие-то пошли, мы к этому шли. И отдельное спасибо, конечно, Минздраву в лице Славы Анатольевны Стригунковой, который 22 июня, дата, конечно, для нашей истории не самая хорошая, но для нас вот так случилось, что именно в этот день был подписан приказ, и начался процесс открытия вот этих центров. Ну, это Ваша личная история, всё-таки пациенты с рассеянным склерозом, это достаточно частое явление. Ну, тут я… И когда они сталкиваются с этой болезнью, и члены семьи, и сами пациенты, они немножко в растерянности оказываются, не знают, куда обратиться, куда идти. И, собственно, вот именно благодаря, наверное, тому, что так вот случилось у Вас, да, вот это всё и послужило катализатором того, что мы видим сейчас. В предыстории, да, Мария, Вы правы. Всё началось, когда меня лично коснулся этот вопрос, да, диагноз был поставлен одним из членов моей семьи. Я занялся помощью Московского общества Российного склероза, и около двух лет назад мы открыли выделение в Московской области, которое я возглавил, потому что всё-таки Москва и Московская область, ну, это уже единый, по сути, организм, да, его уже настолько тесно перепутано, и всё переплетается, и люди живут совсем рядышком. И вот, кстати, одной из причин, вообще, откуда взялся этот проект, да, потому что очень было странно, что вот Москва, вот МКАД, вот Одинцово. И если... В Москве есть, а за МКАДом нет? Да, вот эти пять центров есть, и вот эта Москва, я сейчас просто вот с точки зрения пациента, да, мы проводили же опросы и со всей Московской области, и вот Москва у нас там, сколько, ну, 15 на 15 километров, 20 на 20, да, но маршрутизация выстроенная, и людям удобно. А Московская область 350 на 340 километров, а Центр-1 в центре Москвы. И люди, чтобы попасть на приём к доктору, были вынуждены тратить, ну, некоторые несколько дней, чтобы доехать, допустим, из Талдома, или Дубны, или Серебряных прудов. Им нужно было найти, допустим, знакомых в Москве, чтобы оставить переночевать, прийти в Монике с утра на приём, и вернуться в этот день как-то обратно. Ну, сами себе представляете вот эту ситуацию. И когда, конечно, этот проект зачинался, то все прекрасно понимали, что нужно создавать вокруг Москвы эти центры, и я не говорю, что они должны быть на удалении, в большом, да, но на основных направлениях, чтобы изменить вот эту маршрутизацию совершенно жуткую, и пациентам было бы удобно. Я сейчас опять это вам сказал только про транспортную доступность. Там столько много подводов. Это всего лишь верхушка айсберга. Там намного больше. Андрей Владимирович, я хочу, чтобы вы тоже подключились к разговору. Вот всё-таки сколько на территории, которая сейчас будет охватывать центр, пациентов с рассеянным склерозом? Сейчас это порядка 1220 человек. По нашей статистике, которая продолжает подводиться, это порядка 1200 человек. Это, как вы правильно заметили, люди, которые столкнулись с этим тяжёлым недугом, которые просят помощи, нередко психологической помощи. И, безусловно, мы готовы им организовать всё от нас зависящее для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Какую помощь они смогут получить в центре? Ну, наш центр проводит такую комплексную диагностику и оценку состояния здоровья пациентов с рассеянным склерозом. Потому что ведь это люди, у которых есть хроническое заболевание нервной системы, но они также имеют свойство стареть, болеть другими болезнями. Поэтому мы комплексно проходим, подходим к оценке состояния здоровья. И, конечно, мы будем применять весь диагностический арсенал у Одинцовской областной больницы, у которой, как известно, множится сейчас подразделение, укрупняется медицинский персонал и так далее. И, конечно, мы будем использовать весь доступный арсенал препаратов, которые изменяют течение рассеянного склероза. И все рекомендованные в настоящее время международным сообществом методы так называемой иммунологической реконституции. Это применение препаратов моноклональных антител и супердорогостоящих и суперэффективных препаратов, которые позволяют контролировать болезнь. Насколько хорошо оснащен центр на сегодняшний день? И немаловажный вопрос, не испытываете ли вы нехватку специалистов? Мы максимально оснащены и готовы работать. Нехватки специалистов мы не испытываем, однако сейчас штатное расписание мы немножечко хотим пересмотреть. Для того, чтобы укрупнить штат, мы предполагаем, что центр будет динамически развиваться. Для того, чтобы увеличить объемы оказания медицинской помощи, чтобы люди получали не только помощь в рамках своего заболевания, но и наладить межотделенческое взаимодействие между разными специалистами, чтобы они тоже подключались к решению ряда проблем, связанных с патологией нервной системы, которая, как известно, является интегративной, которая управляет всеми функциями организма, органами и так далее. Я считаю, что это будет большой шаг для подмосковного. Что такое рассеянный склероз? 200 лет уже, наверное, пытаются ответить на этот вопрос. Хроническая прогрессирующая болезнь нервной системы, состояние, при котором иммунная система сходит с ума и начинает атаковать собственный мозг. Как конкретно этот процесс происходит, понятно. А вот из-за чего он происходит? Не совсем. Сейчас это остается большой загадкой. Ну и, конечно, надо заметить, что продолжается активное научное исследование этого заболевания. Оно социально значимое, оно поражает в основном молодых, среднее медианного возраста от 20 до 40 лет. К счастью, со времен Жанна Мартена Шарко с 1855 года научились контролировать это заболевание, насколько это возможно. Но по-прежнему терзает умы мирового сообщества медицинских различных сотрудников, То есть полностью победить это заболевание невозможно? К сожалению, на данный момент нет. Но что возможно сделать? Сильно контролировать его. Взять иммунную систему под контроль возможно. И скорректировать? Безусловно. Ну, тут бы я даже поспорил, да, насчет контролировать. Давайте такая возможность контролировать и изменять появилась буквально лет, наверное, 10-15 назад. О, да, безусловно. До этого, я бы назвал, не контролировать, а просто наблюдать. Наблюдать в течении болезни, да, безусловно? Да, это все. Я не доктор, я не имею права даже вбешиваться и спорить, но на практике я это вижу. Но тем не менее, мы говорим сегодня о том, что медицина не стоит на месте, все динамично развивается, появляются новые технологии, новые методы лечения, новые препараты. И вот что сегодня действительно удается успешно выполнять врачам вот именно в отношении таких пациентов? Препараты, которые изменяют течение рассеянного склероза, которые разрабатываются и продолжают, продолжают, продолжают разрабатываться, сейчас они произвели настоящую революцию в контроле за заболеванием. Раньше рассеянный склероз считался тяжелейшим инвалидизирующим заболеванием, которое очень трудно было контролировать. Сейчас препараты, изменяющие течение, рассеянный склероз, так они и называются, они позволяют контролировать и прогнозировать вероятный исход и течение болезни, что немаловажно. И это реально продлевает жизнь пациентов. То есть мы сейчас столкнулись с тем, что пациенты с рассеянным склерозом живут так же в среднем, как и другие люди. Если и есть здесь по продолжительности жизни определенные провалы статистические, то все это благодаря Питерсу. То есть удалось настолько сильно повысить качество жизни пациентов, ну это просто невообразимо. Раньше таких лекарств в принципе не было, как и вообще в неврологии, наверное. 15 сентября открылся центр для пациентов с рассеянным склерозом. Сегодня центр активно принимает пациентов. Сколько удалось уже за это время охватить людей? И с каких точек, что немаловажно, потому что я еще раз напомню, что центр открылся не только для жителей Одинцовского городского округа. Это и Нарфаминск, и Можайск, и Краснознаменск, и Власиха, и Молодежный. Молодежный, да. Сейчас мы активно вызваниваем, пытаемся достучаться до пациентов из федерального регистра, которые получают препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Первостепенная задача – это обратить внимание на пациентов, которые уже состоят в федеральном регистре. И мы начали с Одинцовского городского округа. Хотя Нарфаминск уже подключился, оттуда уже были пациенты. Но за такой малый промежуток времени мы, конечно, взяли не всех. Но, тем не менее, мы постоянно наращиваем объем оказываемой помощи. Я очень надеюсь, что сегодня в течение прямого эфира к нам подключатся к нашему разговору пациенты из Можайска и Краснознаменска. Поэтому, как только они будут на связи, наши технические службы сообщат. Вот мне подсказывают, что у нас на связи Алена из Краснознаменска. Добрый вечер. Сергей из Можайска. Да, Алена еще пытается дозвониться. Сергей из Можайска. Добрый вечер, Сергей. У нас, к сожалению, Сергей, какие-то проблемы со звуком. Я думаю, что мы вернемся к вам буквально через пару минут. К сожалению, что-то не удается подключиться. А пока, наверное, мы продолжим. Андрей Владимирович, все-таки география широкая, пациентов очень и очень много, всех обзваниваете. Всего планируется открыть на территории Подмосковья 9 подобных центров. Как они будут взаимодействовать между собой? Центральным координирующим звеном в этой системе являются манеки. Все-таки Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского. Там же базируется кафедра неврологии, факультет усовершенствования врачей. И вся методическая база, научная база, ну и, конечно, кадровая база, надо заметить, потому что манеки является центром образования Подмосковья медицинского. Она будет идти оттуда. Поэтому работу центров будет координировать манеки. Но мы также будем налаживать и межведомственное такое сотрудничество для того, чтобы иметь прямой контакт с сотрудниками из других центров. Для того, чтобы получать оперативную информацию от них или что-то отправлять для них. То есть это обмен опытом, это обмен мнениями разных специалистов. На каких территориях, в каких муниципалитетах еще открыты центры? Вот 15-го мы открыли в нашем родном Одинцово. Да, вас слышно. Два, три, четыре, пять. Сергей, вас слышно. Очень хорошо, очень громко. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте, прошу прощения, а то были проблемы со связью. Мы очень рады, что вы подключились. Я напоминаю, что Сергей у нас из Можайска. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Ну, моя история началась довольно-таки давно. Я болею уже 18-й год. Вот. Многое происходило, и тяжелое течение поначалу шло в целом неплохо. То есть РС, в принципе, до 12-го года, он был в ремиссии, в хорошей ремиссии. Я принимал Питерсы, еще успел принимать одни из первых Питерсы, наш французский. Забыл, как называется. Ну, не суть, уколы. Потом он закончился, начались отечественные аналоги, как-то они мне плохо подходили. Ну, вот в целом, Сергей, вы достаточно уже долго рука в руку идете с этой болезнью, да? Как вы восприняли новость о том, что на территории округа, совсем недалеко от Можайска, открылся центр для пациентов с рассеянным склерозом? Насколько действительно это актуально и удобно конкретно для вас? Это очень удобно, потому что Одинцова, все правильно, наша сторона. Тем более, я сейчас чуть-чуть подслушал ваш эфир, то, что можно наблюдаться у врачей. У вас сегодня есть, кстати, уникальная возможность напрямую обратиться к руководителю центра, Андрею Шаталину, задать ему вопросы. Может быть, вас действительно что-то волнует. Может быть, даже записаться на прием. Андрей Владимирович, мы же готовы принять Сергея из Можайска? Конечно, да. Да, здравствуйте. Вы знаете, основной вопрос. Вот у меня на следующий год нет рецепта на Креос. Как мне его и где получить? Я думаю, что вам нужно с нами связаться, будет обязательно, и мы воспримем и решим эту проблему в кратчайшие сроки. А мы можем прямо сейчас в рамках прямого эфира озвучить номер телефона, по которому можно связаться с центром напрямую? Или попросим Сергея оставить свой мобильный номер телефона, и тогда специалисты уже в центре непосредственно свяжутся с ним в самое ближайшее время и помогут с рецептом. Завтра мы свяжемся, конечно. Ну, во-первых... Спасибо, Сергей, вам большое. Спасибо большое. Спасибо за звонок, за вашу историю. Крепкого вам здоровья. Мы вас тоже поздравляем с открытием центра для пациентов с рассеянным склерозом. Приятно, приятно слышать такие звонки. Люди действительно с патимизмом воспринимают эти новости об открытии. Что касается телефона, вот, Андрей Владимирович, позволите, да? Здесь просто наша роль, как общественная организация, как раз такая важная. Мы до конца года и в начале следующего года будем уделять огромное внимание по информированию пациентов об открытии центров. Не все далеко знают об этом. И, как правильно заметил, Андрей Владимирович, сейчас ведется работа с сотрудниками центра по обзваниванию пациентов из регистра. Но вот тут уже страна... Но все-таки информированность остается низкой, да? Да, знаете, да. Мы вот хотели бы... Вот философия таких центров все-таки – это создание сообщества. Сообщество предполагает определенные информационные обеспечения для пациентов. Ну, по сути, ваша функция, наверное, помимо, безусловно, самой главной – это здоровье ваших пациентов, это объединение. Конечно. Вот это самое главное, одно из самых главных, естественно, наших задач. Потому что эта уникальная, я считаю, категория пациентов и уникальные заболевания, оно требует бережного к себе отношения. И мы, конечно, планируем развернуть здесь огромное информационное поле для деятельности. И планируем создать Инстаграм-аккаунт отделения, например, выпускать короткие видеоролики, использовать различные агрегаторы почты, чтобы... Будете ли вы использовать в своей работе телемедицина? Безусловно, да, конечно, однозначно. Это же то, что стоит на острие сейчас, конечно, безусловно, да. Многие пациенты не могут до нас добраться, кстати, потому что у них есть проблемы с движением. Мы тоже будем решать этот вопрос. Я думаю, что он будет решен. Это то, что мы можем организовать. В самом начале нашего прямого эфира вы сказали о том, что, по сути, сейчас Москва и Московская область передовые в плане открытия подобных центров другими регионами. Готовы ли вы оказывать регионам поддержку, помочь, пошагово рассказать и масштабировать этот проект, если такие заявки и предложения к вам поступят? Вы знаете, в соцсетях после открытия трех наших центров, ну, двух, я буду считать, замкадом, да, первый Монике, понятно, Агинцова и вот в Пушкино тоже открылся, мы получили, конечно, вал комментариев, вот вы там хорошо живете, а вот у нас ничего нет и так далее. Но, конечно, я вот по многим проблемам в нашей жизни всегда отвечаю, что подлежащиками вода не течет. Друзья, пока не будет сильной организации, сильного объединения на местах, вряд ли как бы что-то может сдвинуться с места. Ну, вы готовы со своей стороны оказать поддержку, передать, пригласить, может быть, к себе делегации, показать, как работает центр, показать, в каких условиях. Вот мы сейчас видим на экране, конечно, потрясающее отделение, чистое, просторное, новое. У нас действительно хорошие условия, да, у нас действительно хорошие условия. Надо сказать, что сейчас завершился РАКИРС, международный конгресс по рассеянному склерозу. Там, конечно, тоже происходит обмен опытом определенным, и мы тоже кое-что посматриваем у коллег из соседних областей. И мы, конечно, безусловно, готовы передать определенный опыт после того, как мы его наработаем, потому что мы только открылись. А вот здесь тоже мы приходим на помощь, как общественная организация, потому что мы имеем возможность способствовать профессиональному обучению и росту тех специалистов, которые начинают свою работу по этой нозологии на территории Московской области. Таким образом? У нас прекрасные дружеские отношения с ведущими специалистами России, которые базируются, как ни странно, где Москве. Вот, соответственно, мы, так как мы с ними дружим, очень плотно работаем, сотрудничаем. У нас уже ведется такой проект, как школа пациентов, но они были изначально направлены на пациентов в Москве. Но потом, когда люди поняли, что действительно контент достаточно уникальный, то мы начали притягивать к себе зрителей со всей России. У Моссорса есть канал на Ютубе, да, Моссорс ТВ, и вот там эти все школы пациентов выложены, можно посмотреть. Соответственно, такой же проект будет делаться и со специалистами Московской области. Конечно, безусловно. Здесь мы обязательно должны тесно работать в этом направлении. И также мы будем привлекать и московских специалистов, которые точно так же помогут в проведении таких школ. И, соответственно, они на базе наших же проектов будут обмениваться опытом уже. Но мы здесь общественная организация, да, мы не обучающий центр, мы не можем далеко там, как бы, лезть не в свое дело. Но вы можете поддержать. Но поддержать и организовать мы имеем полное право, нам позволяет и законодательство, и устав нашей организации это делать. А у нас помещения в условиях отделения позволяют организовать подобные школы для пациентов. Поэтому все будет совокупно, я думаю. Конечно. Как вас приняла Одинцовская областная больница? Потрясающе. Я считаю, что это одна из лучших команд, с которой мне удавалось работать. Вот реально без ложной скромности. Никто передо мной двери не закрыл. Все мне помогали. Абсолютно все. Начиная от главного врача и заканчивая младшим медицинским персоналом, клининговыми компаниями и так далее, и так далее, и так далее. Это очень, очень круто. Я не ожидал. Это здорово. Это мотивирует? Несомненно, да. Несомненно. Это очень прогрессивная команда, надо сказать. Она очень легко воспринимает такие, я имею в виду администрация Одинцовской областной больницы, легко воспринимает такие проекты и просто дает карт-бланш. Делай, организуй, посмотрим. Ну, это, наверное, вот к вопросу о том, почему именно Одинцовский округ был выбран первой пилотной площадкой для открытия первого центра в Подмосковье из девяти центров для пациентов с рассеянным склерозом. Ну, конечно же, Дмитрий. Оставим это секретом, да, почему. Ну, конечно, мне очень хотелось, чтобы… Ваша история, безусловно, сыграла свою роль. Да, да, чтобы все-таки мой родной, дорогой, любимый городской округ Одинцовский был, как по-прежнему, номер один в регионе лидере. Ну, так оно и получилось. Я думаю, что и общественная палата, окружная общественная палата тоже активно поддерживала эту инициативу, эту идею и приложила максимально усилия, как и администрация Одинцовского городского округа, чтобы этот центр был открыт. Вы знаете, ну, я думаю, со стороны общественной палаты это только начало, потому что дальше нам предстоит поработать также для информирования пациентов в наших округах. И Одинцовская общественная палата будет таким центром вот этих работ с общественными палатами уже в других округах. Нам вынуждены идти по этому пути, мы по нему пойдем. Вот хочу поддержать тоже Андрея Владимировича. Я когда первый раз побывал, приехал еще до открытия посмотреть, как что, зашел, такой, думаю, вот это вот красота. У меня воспоминания из детства о больницах наших немножечко другое, а тут я вижу, все удобно. Я сначала испугался, четвертый этаж. Вот, кстати, да, доступная среда, насколько хорошо все организовано. Ну, все увидел, лифт прямо рядышком, то есть из него выходишь буквально метр, и вот уже вход вот в бок. Удалось ли уже в действии испытать все? Да, конечно, вот это да, это несомненный плюс. Сегодня как раз и проверили. То есть сегодня приехал пациент, который был... Да, да, на сидячих каталочках. Очень хорошо, им понравилось, да. Зонирование сделано разумно, разонирование сделано логично. Ты выходишь из лифта, попадаешь в главный холл, в безбарьерную зону, без всяких там непонятных ступенечек, приподнятостей, коробок дверных и так далее. Нет, ты просто сразу проезжаешь, оказываешься в холле, в ресепшн-зоне, и, собственно говоря, куда дальше? Тебя направили туда, ты идешь. Это очень удобно. Поэтому тоже пользуясь случаем, да, как говорится, в таких ситуациях, Андрею Васильевичу огромное спасибо за действительно такой современный подход в этих вопросах, да, и, конечно... Действительно, карбланш. Он очень хорошую создал команду, очень хорошую, реально, координация просто потрясающая. Все вопросы оперативно решаются. Снимаешь трубку, звонишь, вот эта проблема, не вопрос, все решено. Это действительно так. Мне подсказывают, что у нас на связи Алена из Краснознаменска. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер, рада всех слышать. И хотела бы, конечно же, поблагодарить за открытие такого центра. Эту новость все восприняли с большим энтузиазмом. Все очень долго ждали такой, скажем, интересной новости, да, всем необходимой. Поэтому большое спасибо. И хотела бы задать еще несколько вопросов, если можно. Конечно. Скажите, пожалуйста, здесь упоминалось в программе, что деятельность центра будет координироваться маниками, да. Вот каким образом, то есть назначение лечения, да, либо это продолжение терапии будет в ведении непосредственно центра, или все-таки манеки этим будут заниматься. Второй вопрос по поводу купирования обострений. Они будут проводиться на базе центра, или это все-таки будет относиться уже к стационарам, да. Это такие, скажем так, те вопросы, которые действительно волнуют многих пациентов сейчас. Спасибо большое. Андрей Владимирович. Да, ну по поводу первого вопроса, значит, углубленная диагностика. Вот рассеянный склероз – это болезнь исключения. Рассеянный склероз в фокусе, потому что это самое часто встречающееся демилинизирующее заболевание. Но для его диагностики подчас требуется привлечение высококлассных специалистов некоторых диагностических возможностей других центров, например, манеки. Поэтому в сложных случаях первичная диагностика проводится на территории манеки и назначается лекарство – одно из препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза. А далее контроль терапии, контроль рецептурного, лекарственного обеспечения будет лежать на плечах региональных центров, в частности Одинцовского центра рассеянного склероза. Что касается купирования обострений, сейчас в связи с пандемией есть определенные сложности с получением метилпреднизолона, как известно. Это весь мир испытывает эту проблему, весь мир. И вот как раз на конгрессе Ракирс тоже затрагивалась эта тема, связанная с недостаточным объемом производства этого лекарства. Но я думаю, что мы получим метилпреднизолон и сможем купировать обострение в наших условиях. У нас, кстати, кроме этого есть и все необходимое лекарственное обеспечение, помимо метипреда, ну и випреда, и других препаратов, которое необходимо пациентам для терапии вокруг вот этого метилпреднизолонового ядра. Поэтому, да, думаю, что мы сможем купировать обострение на базе нашего центра, да, в том числе. То есть в случае обострения прокапаться здесь и уже не ездить никуда. То есть центр будет работать как дневной стационар, так и амбулаторно-поликлинический? Да, как и дневной стационар, как и амбулаторно-поликлиническое звено. Обострение рассеянного склероза – это чрезвычайно неприятная история. Порой люди двигаться не могут из-за обострения. Поэтому, конечно, манеки здесь играют непервостепенную роль. Даже местные стационары могут непервостепенную роль играть. А мы будем таких пациентов забирать. Я очень надеюсь, что мы сможем вот этот пласт решить задачи, которые перед нами стоят. Андрей Владимирович, а можно вот продолжить? Я же со стороны как бы… Ален, я за вас еще вопрос задам. Он действительно очень наболевший для пациентов. Да, и вот сегодня я только буквально столкнулся с этим. Три буквы. МРТ. МРТ и рассеянный склероз – это вещи, которые вот… Они прямо рядышком идут. Потому что только МРТ может показать возникновение очагов поражения головного, спинного мозга и так далее. Как вот у нас будет в Одинцово с этим? Можно ли будет хотя бы надеяться сейчас пациентам, что попав сюда, он тут же получит направление на МРТ. Я так понимаю, в Одинцово совершенно недавно открылось. Да, есть комплекс МРТ. Ну, как раз в первой поликлинике находится аппарат МРТ. Мы как раз используем диагностические возможности Одинцовской областной больницы, собственно говоря. Поэтому да, конечно, несомненно. Это благодаря медицинским физикам вообще стало возможным диагностировать рассеянный склероз. Здесь прямая связь с МРТ, поэтому ну как же, конечно. Это как неврологический молоток, мы без него не сможем. Но все-таки центр не может действовать отдельно от Одинцовской областной больницы. Он прочно внедрен. Он внедрен, является одной из структур. То, безусловно, наверное, все те ресурсы, которые имеет больница на сегодняшний день, они, безусловно, для вас доступны. Конечно, да. Несомненно. Но он плотно интегрирован в структуре Одинцовской областной больницы. И мы пользуемся услугами докторов, которые на базе Одинцовской областной больницы находятся. Потому что, еще раз скажу, превращение склерозы, больше 150 симптомов, которые затрагивают поражение не только нервной системы, но и других органов тоже. Например, тазовые нарушения. Не очень приятная история. Эндокринологические нарушения и так далее. И нам нужны специалисты соответствующего профиля и соответствующее диагностическое оборудование для этого. Поэтому мы вторгаемся на территорию эндокринологов, терапевтов, кардиологов. Потому что, еще раз скажу, что пациенты такие имеют свойство стареть. У них также появляется гипертоническая болезнь. Там всякие проблемы с сосудами начинаются и так далее. Поэтому, конечно, мы плотно интегрированы. Вместе с докторами работаем сообща над решением наших совместных задач. Мы пользуемся же системой ЕМИАС Московской области. Между подразделениями она очень плотно интегрирована. Ну и, кстати говоря, она не только между структурами. Самой ЕМИАС ОБОЛЬНИЦА работает. Мы можем даже при необходимости использовать диагностические мощности других лечебных учреждений Московской области. Коих множество, кстати. Которые оказывают помощь на аппаратах экспертного уровня. И доктора там тоже известны. Вот все-таки, каков порядок обращения к вам, пациентам? Сейчас... С чего нужно начать? Поскольку мы сейчас планируем развернуть широкое информирование населения, то помимо прямого телефонного звонка и помимо электронной почты, соцсетей и так далее... Ну вот сегодня наши телезрители посмотрели программу, посмотрели ее на сайте. У них они сами или их знакомые, да, кто-то страдает этой болезнью. Каков порядок? Сюда необходимо обратиться. Какие нужны направления, документы? Как будет осуществляться маршрутизация пациентов? Насколько это короткий шаг будет? Для этого есть несколько возможностей. Во-первых, пациент может обратиться к любому врачу в свою поликлинику и получить направление к нам через систему ЕМИАС, врач-врач. Это очень просто. У нас есть табелированное расписание. Врач заходит в систему ЕМИАС, видит расписание и записывает к нам. Система врач-врач. Если, например, в подразделениях Одинцовской областной больницы это происходит, если не в подразделениях Одинцовской областной больницы, например, у нас есть третья поликлиника, например, в Одинцово, она к Одинцовской областной больнице не прикреплена. В таком случае мы сейчас тоже внедрились в ЕМИАС у, например, третьей поликлиники, и они нас тоже видят, и они могут к нам через систему ЕМИАС врач-врач записывать. А то, что касается других территорий, Нарафаминска, Можайска, Блазьки? Тоже система ЕМИАС. Тоже система ЕМИАС. Но мы также дадим информацию, я надеюсь, после эфира по поводу возможности к нам попасть. Мы будем и сами на себя тоже записывать. К нам может человек написать, он к нам на почту прямо в центр. Но это то, что сейчас происходит, когда ваши специалисты непосредственно берут данные базы и просто в ручном режиме обзванивают всех пациентов, рассказывают о тех возможностях, которые появились с открытием данного центра. Да, верно. Поскольку мы планируем создать сообщество пациентов, мы хотим, чтобы всё это было доступно и, ну так сказать, по-кухонному, чтобы человек мог, например, нам на почту прямо написать. Но это самое важное, потому что у нас зачастую сразу пациенты, ой, это нужно к этому специалисту прийти сюда, записаться, а тут на удобную дату нет времени, а специалист занят. Вот, кстати, вы готовы принять, говорили в самом начале программы, что более тысячи пациентов, страдающих с рассеянным слезом, только по нашим территориям, которые попадают в зону ответственности центра. Готовы ли вы принять такой объем пациента? Наша задача, чтобы всё это работало. Не одномоментно, конечно, слава богу, мы не в состоянии войны находимся, у нас не военный госпиталь разворачивается, но постепенно, с течением времени, да, мы постараемся подобрать для каждого пациента оптимальное время визита, конечно. Ну и надо заметить, что любой медицинский специалист, который имеет доступ к системе ЕМИАС, может записывать к нам, потому что это просто. Ну то есть это пара кликов мышкой на компуктере, и всё. И ты записался уже. Вот, кстати, то, что касается, вы, центр открыт при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, то есть надо полагать, что, безусловно, все лечебные учреждения региона уведомлены о том, что открытые уже центры, планируются к открытию подобные центры, и, в общем-то, эта вся информация, она аккумулируется. Так ли это? Конечно. Но мы, наверное, не владеем той информацией, которая аккумулируется в Минздраве, да, всё-таки мы общественная организация, но мы заранее знаем, где и когда будут открываться центры. Для вот то, о чём вы сейчас говорили, для информирования пациентов мы размещаем информацию на своих сайтах, в соцсетях. И также вот, дорогие зрители, обращаю ваше внимание, что вот на сайте мусорса, мусорс.ру, раньше была только одна вкладка «Контакты Г.Москва», то теперь у нас будут «Контакты Московской области». Вот нажимая на эту страничку, она постепенно будет наполняться по мере открытия центров. Там будет появляться таблица, город, адрес центра, округа, которые прикреплены к этому центру, контактные данные и функционалы этого центра. То есть табличка, на самом деле, и страница уже работает, но пока там только Моники, Одинцова и Пушкина. Но вот в ближайшее время и по мере начала работы этих центров мы будем пополнять. В каких ещё округах будут открыты центры? Ну, сейчас на память уже не скажу, да, уже… Ну, примерно направление. В ближайшее время очень ждём Химки, очень ждём Реутов. В Реутове тоже идёт ремонт, мы надеемся, что там будет тоже всё хорошо, красиво и удобно. Ну, вот эти два в ближайшее время мы надеемся уже открыть. Андрей Владимирович говорил о том, что планы грандиозные, центр будет развиваться. Каким вы его видите через пароли? Хочется сказать, насыщенным сотрудниками. Но ведь это колоссальная междисциплинарная работа. Мы не касались здесь, например… Мы же касаемся только сейчас врачей-неврологов, специалистов непосредственно по самому заболеванию. Но ведь здесь есть колоссальная проблема вокруг самой болезни. Психологические проблемы, реабилитация и так далее. Мы будем динамично развиваться вместе с Одинцовской областной больницей, которая, надо заметить, совершенствует сейчас методы оказания вспомогательной помощи, там, например, физиотерапевтическое отделение, просто, я считаю, потрясающее колоссальное отделение. Оно потом, я уверен, перерастёт в реабилитационный центр, потому что он необходим. Ну, не буду, конечно, сильно забегать вперёд, но тем не менее, потому что ведь это по численности населения один из ключевых регионов Московской области. И я вижу его насыщенным разными специалистами и тесно взаимодействующим с реабилитационными различными подразделениями и с врачами. И я вижу его таким организационно-методическим и информационным пристанищем, что ли, для пациентов. Я очень на это надеюсь. Самое главное, чтобы вот мы открыли его, да, это одно дело. Другое дело, чтобы он действительно работал для людей. Мы с Дмитрием после открытия так выдохнули и думаем, ну, теперь самое главное, чтобы всё это работало на благо людей. Это только начало. Да, безусловно. Вы сказали о том, что пациенты с рассеянным склерозом нуждаются, не только пациенты в психологической помощи, но и члены их семей. Будут ли работать группы психологической помощи при центре? Если да, то как? Я очень надеюсь, что будут, но здесь необходимо также, как известно, увеличение штата. И хотелось бы, чтобы в штате работали психологи, которые имеют представление об этом заболевании. Потому что в умах людей, общественности, я аккуратно скажу не так давно, и в умах многих медицинских работников, склероз. Склерозом называли состояние, когда всё забывают, путая это с церебральным атеросклерозом. Поэтому я думаю, что если мы найдём подходящих психологов, которые смогут нам эти психологические группы организовывать, то всё это получится. Но, во всяком случае, мы будем сильно топить за это. Это действительно очень важно. Но, на самом деле, здесь Андрей Владимирович затронул уже несколько тем, которые я тоже хотел бы обсудить. Первое – это диагностика. Второе – это реабилитация. А третье – это группа психологической поддержки. Но тут вы можете полностью рассчитывать на помощь общественной организации. На самом деле, у нас уже это всё запланировано, и оно начнёт работать, как только мы получим открытые кабинеты во всех округах, ну или хотя бы 3-4 уже, да, хотя бы половину откроем, и мы начнём эту работу вести. Психологи есть. Психологи, которые работают с нашими пациентами в Москве, их опыт не нуждается там в подтверждении. Уже многие годы они это делают, и все возможности для этого у нас есть. И бюджет, да, мы не бюджетная организация, но, поверьте, мы подготовились к введению этого проекта. У нас все ресурсы есть – людские, финансовые, и технические, и так далее. А вот можно немножечко назад вернуться про диагностику? На самом деле, это настолько важный пункт, потому что… Специфические методы диагностики порой применяются, да. Столько разных симптомов, на которые другие врачи могут просто не обратить внимания. Будут лечить от чего угодно, от другого, от третьего, десятого и так далее. О чём вы говорите? Какие это симптомы? Ну, самое распространённое, да, это у нас ретро-бульварный неврик. Да, как правило, заболевание начинается с потери зрения, ощущения пелены, мушек, сетки перед глазами, матового стекла так называемого. Но опять же скажу про медиану возраста – 20-40 лет. Это то, что обычно списывают на другие, иные причины. Человек долгое время не может обратиться к квалифицированному специалисту, потому что симптоматика просто игнорируется. Плюс это же молодые, активные люди, они всегда в движении, они всегда работают, они всегда интересуются. Они могут почитать… Переутомился. Переутомился, перенервничал, ну и так далее, и так далее. И само восприятие болезни тоже сильно меняется, потому что человек начинает интересоваться, потому что молодой, активный. Он залез в интернет, там, почитал что-то лишнего, естественно, расстроился. И когда ему ставят такой диагноз, естественно, что он имеет определённые трудности психологические, связанные с восприятием болезни. Возвращаясь, кстати, вот к звонку Сергея. Длительное время заболевания, длительный период течения, сначала всё с обострениями, без обострениями. Ну вот, то есть, резервы нервной системы небесконечны. И каждый человек, столкнувшись с заболеванием, он не может сам для себя его спрогнозировать. Он может долгое время, годами чувствовать себя великолепно. Но когда резервы нервной системы истощатся, ему потребуется помощь. Если мы начинаем терапию Питерс раньше, то, соответственно, помощь такая человеку потребуется позже. И здесь, конечно, работает фактор времени и фактор переключения на другие препараты. Как раз мы и говорим о своевременной диагностике, о правильном постановке диагноза. Мария, а на практике это выглядит так. Можно вот таким обывательским совершенно языком. Значит, молодой человек, допустим, лет 25, вдруг у него что-то с глазом, там, видит, не видит. А он, не знаю, накануне, допустим, играл в баскетбол, в мяч там попал. Ну, куда мы пойдем, если у нас что-то с глазиком? Ну, к офтальмологу. К окулисту, да, по нашему, по старенькому. Вот он приходит, а там окулист, который про осиный склероз, собственно говоря, ничего не знает. Он говорит, ну, что-то вот это. Да я вчера там вот в баскетбол поиграл, что-то там в глаз попало. Ну, знаете, витаминки, сынок, иди. А он же молодой спортсмен. Ну, он и ушел. Человек может носить, да. У него симптом этот уже прошел, а дальше начинается что? Истощение резервов, нервной системы. И без правильной диагностики в самом начале этого спортсмена через 10 лет накрывает сильнейшее обострение. Он может буквально, да, там, свалиться по шкале инвалидизации, ну, как бы до тех условий, когда нам нужен коляска. Каким вы видите решение этой конкретной проблемы на нашей территории, если мы возьмем все-таки узко сейчас? Здесь надо работать в разных направлениях. Это информирование населения в том числе, это информирование врачей, и, конечно, это ранний подбор терапии. Междисциплинарное сотрудничество должно быть. Верно. То есть там, где симптомы максимально могут проявиться, вот те врачи, которые не являются неврологами, Я правильно понимаю, что речь сейчас идет не только о том, что вы привлекаете уже в процессе лечения специалистов из смежных специальностей, а это конкретно идет разговор об информированности врачей о подобном заболевании, о том, как оно протекает, какие могут быть симптомы, причем схожие в их узком направлении. Да, и надо заметить, что сейчас, благодаря развитию инициативы Министерства здравоохранения и Министерства образования, так предполагаю, вот эта система непрерывного медицинского образования, она позволяет внедрять видеолекции в рамках любых конференций научных, которые проводятся на территории региона или на территории страны в целом. То есть нам ничего не мешает, накопив определенный пласт информации, выступить на конференции или прочитать лекцию для докторов, которые еще и аккредитационные баллы за это получат. То есть будут заинтересованы напрямую для того, чтобы получить знания и представление о заболевании. Потому что ведь поликлиническая работа, ну что уж там говорить, она нередко стушевывает взгляд, что называется, и мы можем пропустить важные вещи, на которые стоило бы обратить внимание. Благо это не так сложно, наверное. Потому что именно конкретно в этом заболевании здесь и огромное значение играет время. Да, безусловно. Самое главное – это время. Да, абсолютно. Даже критерии, которые используются для диагностики рассеянного склероза, это так называемая диссиминация, то есть распространение очагов в пространстве и времени. Дмитрий, вы говорили о том, что еще полтора года назад вы не могли мечтать о том, что на территории Подмосковья появятся подобные центры. Сегодня это реальность. Это уже действительность? Это уже свершившийся факт? О чем сегодня мечтает Массорс? О чем говорит и гудит общественная организация? Какие цели, задачи вы ставите сегодня перед собой? Есть уже телевидение, есть мастер-классы, есть семинары, лекции. Вы объединяете пациентов. Чего еще не хватает? Так, давайте до конца сначала откроем все. Мы только в самом начале. Чтобы все прошло. Но так, где-то в глубине души, ну, наверное, чтобы мы стали не нужны и нашли лекарства от этого заболевания. Ну, это так уж. Да, там в идеале, если честно. Но, если серьезно, перспективы, ну, я уже озвучил. То есть это налаживание ранней диагностики. Если с лекарственным обеспечением более-менее, в принципе, в Московской области и в Москве, ну, работа налажена. И отдельная благодарность. То, что включается в программу государственную 14-го ЗН, это препараты дорогостоящие. Ультрадорогостоящие. Которые стоят там 500 тысяч, 250 тысяч. И это годовой курс. Ну, для большинства пациентов такие деньги, как бы, они немножко недоступны. Но с этим вопросом, вот из года в год все лучше и лучше. Это действительно так, и грех жаловаться. Конечно, хотелось бы уделить не время, да и время тоже. Это же отдельно от работы. Есть основная работа, да, это общественная. Поэтому, конечно, вопрос реабилитации. Сложнейший вопрос. Если в Москве еще вот худо-бедно как-то, то в Московской области, ну, пока этот вопрос вот не решен. А реабилитация для больных рассеивания с кюрозом, это наиважнейший факт. Это очень требовательная сфера, да, это очень-очень важно. Вот. И грамотная реабилитация, о, сейчас заговорюсь, реабилитация может, в принципе, вернуть неподвижность. Активировать так называемую неподвижность. И так далее. Там, ну, не буду вдаваться в... Просто людей на ноги может поставить. Вот скажу ясным языком. Но нужна техника, нужны специалисты, нужно помещение, нужно направление, вообще возможность. Потому что пока, конечно, это пока вот внизу. Причем вообще реабилитационные центры, они нужны для других нозологий, других заболеваний. Мы к этому все равно, рано или поздно, придем. В неврологии особенно. В неврологии особенно. На то, что считалось раньше неизлечимым заболеванием. А неврология, она вся была такая, на самом деле. Это были тяжелейшие инвалидизирующие заболевания. Доктора просто за ними наблюдали. А сейчас, когда появилась возможность лекарственной терапии, то остро встал вопрос о реабилитации. Вот при инсульте, например, раньше были приняты определенные, ну, если можно это назвать клиническими протоколами в советское время, соблюдение постельного режима при инсульте. Вот тебе и все. А сейчас ранее, максимально ранняя активизация. Все, уже с реанимации начинается активизация. Но мы говорим о реабилитации по ОМС. По ОМС, да. Частные клиники, конечно, это есть, но там совершенно запредельный суд. Ну, доступность на первом месте. Конечно. И очень хорошо, что в Подмосковье уделяется этому вопросу самое пристальное внимание. Я знаю, что уже пошли процессы. Да, хорошие. Не всегда, может быть, в том объеме, в котором хочется, но тем не менее. В завершении нашего прямого эфира вот буквально по паре слов для наших телезрителей, потому что все-таки сегодня наша первостепенная задача это информированность населения и рассказ о том, что 15 сентября на территории Одинцовского городского округа на базе Одинцовской областной больницы открылся долгожданный центр для пациентов с рассеянным склерозом. Андрей Владимирович. Хочется, наверное, больше пожелать пациентам скорейшего, поскорее увидеться с нами. Вот. И мы их проблему будем решать вместе, пытаясь создать сообщество. Вот. И держитесь там, давайте вперед к нам скорей. Друзья, ну, во-первых, действительно, я приглашаю всех на прием к Андрею Владимировичу. Вся информация о работе будет доступна в соцсетях. Скоро появится у центра свой телефон, свой инстаграм. Вот. Соцсети? Тиктоки не будем записывать. Где будет прямое общение со специалистами? Мы это все выложим на сайте. У сорса будет доступна информация. И я очень прошу относиться уважительно к нашим новым друзьям, которые будут работать для нас в Одинцово. Я понимаю, что нервы у всех вот так вот и очереди и так далее. К этому все привыкли к дальней поездке. Но давайте быть терпимыми друг к другу, уважать. И я думаю, что все вместе будет намного проще справиться с нашим не знаю, не хочу говорить слово заболеванием. Ну, с нашей ситуацией. С нашей определенной, да, проблемной. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо огромное. Спасибо за интересную беседу. Мы готовы со своей стороны всегда оказать вам информационную поддержку. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok